Разрешите представить Мурат Матурганов и его юная подопечная Софи Манасян. Доброе утро. Доброе утро, Иван. Здравствуйте, рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. Поздоровайся, доброе утро всем. Здравствуйте. Мы сегодня школу пропустили, Софи пропустила школу, чтобы быть с вами, для того, чтобы поделиться интересными новостями, ну и, конечно, порадовать наших телезрителей. Мы всем желаем только хорошей беседы. Просим извинения у учительницы Софи, здесь у нас очень важное дело. Итак. Так, расскажите, пожалуйста, как вообще начинается ваше утро? Мы всем задаем ему этот вопрос. Как начинается наше утро? Наверное, я расскажу потом, ты, Софи, потому что мы же там раздельно, Софи живет в одном доме, у нее большой дом, а у нас просто маленькая квартира, правда? Итак, ну у нас утро, поскольку я недавно стал папой, у меня родился сын, ему... Поздравляем, кстати. Спасибо. Завтра будет 4 месяца, и, конечно, утро начинается с того, что бросит, ищет молоко, это часов 6-6.30 обычно. Я думал, часов 3-4 начинается утро. Нет, это ночь, обязательно просыпается, обязательно просыпается, мы его кормим ночью, а вот утро, именно вот в 6-6.50, с того, что мы кормим, потом, соответственно, обязательно делаем селфи с ним, все это выкладываем в Инстаграм, делимся позитивом с нашими друзьями в соцсетях. Такой ежедневный отчет. Да. Софи. Что у тебя? Да, как ты начинаешь свое утро? Я просыпаюсь и все время иду вниз, чтобы сказать маме доброе утро. То есть не мама тебе будет? Нет. А ты маму? Да. Надо же, здорово. Потом что? Потом я иду, конечно, в душ, переодеваюсь и иду в школу. Сама переодеваешься, сама все это делаешь? Да. Вот обману. Молодец, ты самостоятельно. Нет, ну мама чуть-чуть мне помогает. Ну чуть-чуть помогает, тогда хорошо, тогда поверим тебе. Отлично. Мурат, прошлый четверг был закрытый премьерный показ вашего нового шоу. Расскажите просто о нем. У нас, кстати, есть несколько фотографий. Прокомментируйте их. Давайте посмотрим. Да, давайте. Сейчас посмотрим, что у вас есть. Итак, да, вот вы с Софи. Мы с Софи, но это не шоу, это мы были, а вот это шоу, да, это шоу «Смайл». Это наша команда, нас всего 12 человек, все мы молодые, все мы любим цирковое искусство и все готовы трудиться на благо нашей страны только. Отлично, а это? Это вот самый юный участник, Мухаммад, ему один год и два месяца. Он сын, вот папа, который держит сейчас сырым, он у нас в эпилоге в конце появляется, чтобы зрителей порадовать. Умилились. Да, да, да. Это вот четверка фантастическая. Я их так называю, наши акробаты. Так, они танцуют или что? Они, нет, нет, это акробатический номер с элементами танца, под Майкла Джексона мы поставили. Потому что я большой фанат. Ну, с лунной походкой тогда? Да, все. Причем с лунной походкой еще на нем человек сверху. Ага. Они делают лунную походку, очень сложная, на самом деле, потому что вес. Мне даже трудно представить. Это вот, может, это Каримуша наша, сестренка моя. Софийка, я. Ну, слушайте. Это вот ее известный танец Софьи Моносян, Аку, белый лебедь, с которым она представляла Казахстан в Америке, в Италии, на Украине, в Петербурге. Довольно-таки известный. Поэтому вот прессе показали, вы решили вновь показать. Ну, это прям здорово. Я даже по фотографии смотрю. И пластика, и грация, и самостоятельность, и ответственность. Очень довольно-таки насыщенная программа. Несмотря на то, что нас мало, несмотря на то, что это все на сцене. Мы вас приглашаем, обязательно. Обязательно, да. Вообще, создание своего шоу, оно давно уже было задумано моим папой, Карим. Но поскольку я такой творческий человек, и постоянно все, да, давай сделаем то, давай это, никак не получалось. И вот три недели, нет, четыре недели уже назад, Карима, сестеренка моя, взяла в свои руки и говорит, так, хватит болтать, давайте делать. Собрала команду, мы буквально вот три недели порепетировали, и в четверг состоялся закрытый показ. А вот что в шоу делает Софи? Вот Софи, это девочка, которая украшает все шоу, которая создает прекрасное настроение. И самое главное, потому что на какой-то период группа Матурганчика, они распались. Ну, я стал телеведущим, у Каримы свой номер, папа увлекается фокусами сейчас. И вот Софи как раз, она объединила вновь Матурганчиков, и сейчас у нас четверо. Вот я официально могу смело сказать, что Софи четвертый Матурганчик. Софи, а вот тебе в твоей, ну, можно так уже сказать, работе, что тебе в этом больше всего нравится? Какой номер, возможно, какие-то элементы шоу? А, в самом шоу? Да. Вот что тебе больше всего, расскажи. Мне нравится, как мы с Муратом делаем фокусы из каримой. Да, интересно. И иногда микрофоны, помнишь? Ну да, микрофоны, это же первое. Микрофоны, что вы делаете? Мы поем в микрофоны. Но она такая комическая, очень интересная. Да, мы постоянно перетягиваем, потому что они у нас связаны, микрофоны. Но это надо увидеть, это очень трудно всегда рассказать. Но, то есть у тебя фаворит все-таки фокусы, тебе нравится? Та-дам-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Да, отлично. Ну, я так понимаю, все, никакого распиливания, никакого... Нет, ну почему? Мы иногда пилим Софи, ногу я отпиливаю, потом, правда, вечером обратно приклеиваем. Софи сейчас как-нибудь, да? Да, да, да. Что-то я пропустил это. Нет, мы, конечно, стараемся делать, чтобы все... Как и мой папа, собственно. Почему вот любовь к цирку, она перешла у меня с детства? Потому что папа никогда не делал, чтобы это было опасно, он никогда не заставлял. Он всегда делал так, это все играючи, легко, и чтобы ни в коем случае никакой физической нагрузки я и маэстренка не испытывали. Поэтому мы вот ту любовь папа к нам, мы передаем и сейчас к Софи. Ну, как говорят, дети рожденные у цирковых артистов, дети рождены в опилках. Абсолютно. В опилках. Откуда вы знаете, да? Да, я общаюсь, что вы не артисты. Я могу показать вам один фокус, он вообще идеальный. И прямо вот идеальный? Да, понимаю. То есть мы все исчезнем? Нет. Нет? А зрители не исчезнут? Нет. Нет, тогда, друзья мои, смотри внимательно. Так. Только смотрите внимательно. Вот туда покажи зрителям. О-о-о! О-о-о! Слушай! О-о-о! Залейте! Ну, подумаешь, у меня лучше, смотрите внимательно, смотри. Оп! 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 У меня лучше фокус. Не, ну, в принципе, в принципе, да? Так, внимательно, что? Турцам! Или пожонглировать можно ими. Пожонглируем? Так, а пожонглировать, давай. Мы, еще, кстати, Софи не научили хорошо жонглировать, поэтому я попробую один. Раз. Я вот сколько, сколько не пробовал, у меня... Это шуточные фокусы. Оп! Вот я поучаствовал сейчас. Ну, это же прямой фильм, да? Я прям... Шуточные фокусы. Абсолютно верно. Ну, ты знаешь, мне показалось, что это не шуточные фокусы, а вот самые настоящие. Самые такие серьезные и опасные. Расскажите еще, кто принимает участие в вашем шоу? Да, ну, давайте по именам, наверное, зову. Это вот четверка, это Абай, два Адлета и Сырым. Они, в принципе, все с разной сферы, они тоже артисты цирка, но были там, у одного был свой номер, у другого свой. И вот они объединились для того, чтобы для смайл-шоу они подготовили четверку. Затем братья Кадыровы, Даурьен и Саят, они тоже очень активно участие принимали на телевизионных проектах казахстанских. Довольно-таки тоже известные братья, известная фамилия, братья Кадыровы. Затем у нас Куан, вот мальчик Куан, который является самоучкой абсолютно, он всему, что научился, он показывает фокусы в шоу, он всему научился сам дома перед зеркалом, да. И Искандер, вот он Искандер родом из города Копчегай, тоже абсолютно все. Вот у нас есть и профессионалы, и самоучки, поэтому наша задача это все объединить и дать дорогу вот тем людям, молодым, которые хотят чего-то добиться, но они не знают, как это правильно. И поэтому мы взяли и помогаем им, грубо говоря, проявить себя в цирковом искусстве. А как и кому пришла такая идея создания такого шоу? Ну вот я до этого говорил, это все-таки от папы исходит, он всегда мечтал, вообще наша такая вот глобальная мечта, это иметь свой цирк Шапито, семьи Матургановых, который бы гастролировал по всему миру и представлял наше казахстанское искусство. Но это очень затратно, дорого, поэтому мы постепенно к этому идем, и вот папа всегда говорит, нужно что-то свое, такое миниатюрное, спектакль, с которым мы можем выехать в любую страну. Только казахстанский дюсалей, да? Ну дай бог, если к этому придем, конечно, мы к этому стремимся, это наша цель. И самое главное, то что в нашем шоу мы не дрессируем животных. Мы вот, ну как-то мы не сторонники дрессировки, потому что это все-таки, любая дрессура, она идет с применением немножечко таких физических сил, так как животное должно ощущать себя слабее, дрессировщик. Поэтому, да, мы против этого, и поэтому мы стараемся делать... Может быть, у нас есть две собачки, может быть, в дальнейшем мы как-то привлечем этих собачек, но опять же, это будет просто для красоты, для антуража, они будут просто бегать там, и мы будем об них спотыкаться, может быть. Вот это максимум. Ну так что, собственно, конечно, идея и создание всего шоу, это, конечно, от папы. От папы, ну а мы уже это реализовали. Какие проекты еще есть, вот кроме шоу «Смайл»? Ну, конечно, мы будем готовить к Новому году, обязательно тематическую новогоднюю сказку, которая будет тоже очень активно и бурно проходить в городе Алматы. Мы хотим, чтобы большинство детей посетили. Это, конечно, надеюсь, что в декабре уже и сын мой будет принимать части, потому что ему в декабре будет уже шесть месяцев, и, ну, понятное дело, не полноценно, но как-то уже появляться на сцене, может быть, каким-то, не знаю, может быть, мини-я будет вначале лежать на кроватке, а потом я вырасту, сделаем какое-то... Будет интересно, ты посмотри. Да, я очень хочу, чтобы он уже... Потому что я-то с трех лет на арене, а Майкл, мой сын, он должен побить рекорд из шести месяцев должен быть на сцене. Ну, такие планы. Славный самый юный, но если в книге рекордов Гиннеса будет, мы прям порадуемся. Я надеюсь, я надеюсь. Вот, что у нас еще, что еще? Ну и, конечно, гастролировать, гастролировать, чтобы весь Казахстан увидел по возможности это шоу в других городах. Вот это основная наша задача. Расскажите, пожалуйста, про успехи Софи. Вот Софи, наверное, да, сама справилась. Зачем ты мне рассказываешь? Обыкновенная девчонка. Ну, давайте, наверное, вернусь чуть назад, потому что сейчас Софи уже семь лет, а тогда ей было три годика, когда мы впервые с ней познакомились. Я очень часто веду детские концерты, и Софи принимала участие тогда в коллективе в детском, где ей было два годика, а девочкам, которые с ней танцевали, от четырех и выше. Но при этом Софи была солистом, она лидировала и танцевала, а девочки повторяли за ней. И вот тогда я уже обратил внимание, что такая красивая, необычная девчонка, очень талантливая. И все, ну мы не познакомились. Потом опять, ну, в концерт, ну, в концерт. Потом мы летели в другой город, и тоже мы, так судьба свела, что Софи с мамой сидела у меня за спиной. Но мы еще не были, оказывается, знакомы. Это мама потом вспоминает, потом она говорит, ой, это же вот Мурат Матурганов, она узнала меня. И вот финальное уже стало, когда в три годика я пошел на концерт певицы «Елка», и Софи меня увидела. Я говорю, ой, пойдемте вниз на фан-зону, они потому что сидели на сиденьях. И мы весь концерт, там больше часа, Софи трехлетняя пела и танцевала, пела все песни наизусть «Елки», и танцевала целый час со мной, вот абсолютно не устала. После чего я говорю, тогда еще не был знаком с мамой, я говорю, у вас как за там же Ольга? Ольга, я говорю, нам, по-моему, надо вместе сотрудничать. И вот с тех времен, с тех пор я взял Софи, решил попробовать себя в качестве продюсера, это было всего два-три дня, после чего мы стали друзьями. Ну, здорово. И вот с тех пор Софи, во-первых, она представляла Казахстан в Америке, она участвовала на «Мисс Селенная» среди юниоров. Она член ЮНЕСКО по танцам, в Питере это было. Она на Украине представляла Казахстан на фестивалях. Напомню, в Италии на фестивале была, где ты еще была? Она своего дела, да. В Париже? В Париже, да, в Париже была. Ну и вот сейчас вот летом она стажировалась в Америке, три месяца, пока были каникулы, она стажировалась в танцевальной студии хип-хопа, в которой стажировалась Бритни Спирс и Джастин Тимбрилл, когда еще были маленькие. Софи, тебе семь лет, четыре года, у тебя уже такой четырехлетний стаж, в актерстве, в цирковом искусстве. Больше половины жизни ты занимаешься своей профессией. Гастролировала, участвовала в шоу. Что тебе в твоей профессии нравится больше всего? Возможно, какое-то шоу запомнилось, первое выступление или страна какая-нибудь где-то была. Что у тебя вот прям в памяти осталось? В памяти мне осталось, как я поехала в Лос-Анджелес, и там я пошла на хип-хоп так, и мне понравился первый танец, когда я первый раз туда пришла, мне прямо, я чувствовала, что прямо даже учителю понравилось, как я танцевала. Причем там взрослые были, и вот меня не было, мама рассказывала, ее сразу вперед поставили, потому что она буквально за два часа выучила танец, который там дети учили месяц. Да, я не хвалю, я говорю факты, которые действительно были. Знаете в чем, бывали случаи, когда приезжали вечером выступать в ночном клубе или в ресторане, и хозяин говорил, знаете, ну ребенок, поэтому мы не можем допустить. И она начинала реветь, потому что она ехала выступать, как так, и там же зрители, и вот были такие, то есть она живет этим, а когда ребенок этим живет, тогда и легко все дается, и получается. И я вот вам рекомендую все-таки прийти к нам в гости и посмотреть на Софи. Мы вам обещаем, что вы придем все-таки к вам в гости и посмотрим на Софи. Спасибо, мы будем очень рады вас видеть. А, ну, работа с детьми все-таки это такая сложная стезя, да? Как справляетесь? Подход нужен? Или все-таки Софи, она сама располагает к себе, что все получается просто и легко? Вы хорошо очень сказали, потому что в конце ноября мы открываем свою цирковую школу детскую для детей. Действительно, с детьми это очень нелегко работать. Действительно, это так, потому что дети очень ранимые, дети любят особое внимание. Но поскольку мой сын появился всего 4 месяца назад, я очень хотел детей. Я, ну, наверное, лет 7 как созрел, как папа, просто не мог встретить ту единственную, с которой бы мне хотелось. И, наконец, я встретил ее год назад. И вот Софи, наверное, компенсировала мою любовь к моим детям. Поэтому, когда ты любишь тем, чем занимаешься, и любишь непосредственно Софи, человека, как личность, не как ребенка, тогда все получается. Конечно, мы с ней и ругаемся, когда что-то происходит не так. Я ей делаю замечание, она может обидеться. Но это происходит 2-3 минуты, и пинок мне под зад, и все. От нее причем. Кстати, Софи, а Мурат какой он учитель? Строгий или... Говори правду. Только правду. Только правду. Не говори, как я в угол, тебе ремешком. Не надо это говорить. Ты и так это не делал. Да, ну хорошо. Расскажи, какой я буду спрашивать. Такой прям хороший наставник, да? Ты веселый, умный и... Ну, правда, умный. Ладно. Если правда, то приятно. Убедила хорошо, да? Ну, чуть-чуть строгий. Ну, чуть-чуть. Учителя все время такие. И разгильдяй немного. Да. Ну, чуть-чуть. Мурат, София, спасибо большое, что сегодня посетили. К сожалению, да, время наше заканчивается. Небольшое такое краткое пожелание нашим телезрителям сегодняшим. Конечно, во-первых, спасибо огромное, что нас пригласили. Место под солнцем. Действительно, здесь очень тепло не от того, что Софиты нам светят, а от того, что приятная, добрая атмосфера. И мы вот на целый день вам ее дарим, чтобы сегодня только радовал вас и наслаждались вы этим днем. Софи, пожелай нашим телезрителям что-нибудь. Я желаю, чтобы вы тоже старались, не были ленивыми и никогда не болели. Это главное. Добывались успехами. Замечательно. Молодец, Софи, спасибо большое. Спасибо вам большое. Надеемся, сегодняшнее утро у нас точно будет отличным, ну и у вас благодаря нам тоже. Пока-пока. Пока-пока. Дорогие друзья, напомним, на наши вопросы отвечал Мурат Матурганов и Софи Моносян. Мы постарались сделать ваше утро максимально бодрым и энергичным, а сейчас время нашего эфира подходит к концу. Те, кого интересуют экономические новости, смотрите деловое время с 3 до 5 дня. Также не упустите все самое важное в наших информационных выпусках. С вами были Дениард Аутов и Лола Рахимберды. Желаем продуктивного дня, успехов в работе и учебе. Всего доброго и оставайтесь на телеканале Алматы. Впереди много интересного. Субтитры подогнал Игорь Негода.